Ивана Николаенко война коснулась покасательной. В 43-м году ему было 17 лет. На фронт не попал, а вот в армию призвали. Сначала в Читу, а в 45-м его дивизию перебросили в Китай для борьбы с японскими милитаристами. Давно это все было. Забываешь. Даже номер дивизии забыл какой. К 94-м годам воспоминания о войне почти стерлись. И, как говорит ветеран, наверное, к счастью. Но временами картинки из прошлого мелькают перед глазами, иногда мешая заснуть. Китайцы. А бедно они жили. Ох, бедно. Китайцы жили. Просто совсем голые ходили. Там зимы не было. Иван Нефедорович говорит, ему повезло, что служил на Востоке. А два старших брата встретились с фашистом. Один пропал без вести под Брестом, второй дошел до Берлина. Бесстрашием сыновья пошли в отца. Тот тоже дошел до Германии и вернулся домой. Нас было в семье пятеро. И вот остались так. Сейчас я один остался. Все умерли. Все братья, сестра умерла. Один остался вот. Чтобы победить японцев, советским войскам потребовалось меньше месяца. 3 сентября 1945-го Вторая мировая закончилась. Правда, юноша домой возвратился не сразу. Вплоть до 50-х служил в Чите. И только после вернулся домой, женился. А через несколько лет в семье родилась дочь – Татьяна. Но это уже жизнь после войны. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.